Продолжение следует... Я хотел бы начать нашу беседу с такого вопроса. Какова цель Вашего визита в Россию? Я приехал по приглашению Вашего института и Свято-Тихоновского православного университета, чтобы сделать два доклада. Я принял это приглашение еще и потому, что меня очень обрадовала возможность побывать в России, ведь я никогда раньше здесь не бывал. И каково Ваше мнение о России, о ее культурных и религиозных традициях? Не могу сказать, что я большой специалист по России. Я всегда читал много русской литературы в переводах, она совершенно уникальна. Пожалуй, главное, на что я обратил внимание, это насколько органично религия в русской литературе сочетается с описанием современной жизни. Повседневность буквально пронизана религиозностью. В западной литературе такое можно встретить не всегда. Меня поражает то, как тесно в русской литературе переплетены повседневность и святость. На западе же, как мне представляется, вера и разум по час слишком уж отделены друг от друга. То же самое привлекает меня и в традиции русской мысли. Большие русские философы почти всегда были большими богословами. Особенно мне нравятся Соловьев, Флоренский, Булгаков. Думаю, именно из-за ощущения этого органичного слияния. Теперь я хочу спросить вас, как члена англиканской церкви. Еще век тому назад велся оживленный диалог между англиканской церковью и русской православной церковью. Теперь же все иначе. А в чем здесь причина? Ну, во-первых, надо сказать, что это очень печально. Диалог этот начался в конце 17 века. Начиная с Ричарда Хукера, идет, если хотите, процесс англиканской контрреформации. И англикане не раз заявляли о своей приверженности святоотическому периоду. Многие люди заново открыли для себя греческих отцов, увидели много общего между своей религией и православным наследием. И, как вы заметили, этот процесс продолжался до недавнего времени. Не уверен, что полностью знаю причины, по которым диалог прекратился. Что касается англиканской церкви, то она, похоже, начиная с какого-то момента, оказалась в плену своих многочисленных внутренних проблем. В последнее время в англиканской церкви наблюдается рост влияния крайних евангельских доктрин, и это отчасти тревожит более старых, консервативных евангелистов. Этот процесс порождает серьезные проблемы. Кроме того, среди представителей высокой церкви, англокатоликов, то есть той части англиканской церкви, которая более других сочувствует православию, сейчас, к сожалению, наблюдается разделение во взглядах на многие вопросы, такие, например, как женское священство. Возможно, дело именно в этом. Впрочем, по моему мнению, в последние годы англиканская церковь не без помощи движения радикальной ортодоксии, к которому я принадлежу, и ряда других движений, начинают обретать былую уверенность, особенно в интеллектуальной сфере. И все мы очень серьезно интересуемся православным богословием. Возможно, и в православной церкви было множество внутренних проблем, которые не давали уделять внимание другим церквям. Православные деятели весьма консервативны, и иногда, вместо того, чтобы попытаться улучшить ситуацию в области диалога с другими конфессиями, просто прекращают диалог. Надеюсь, что этого влияния больше нет. Коммунизм в России закончился, и сейчас вы в той или иной степени сталкиваетесь с теми проблемами, с которыми сталкиваются везде в мире. Это коммерческий дух и секуляризация. И жить внутри глухого кокона традиции стало неизмеримо труднее. Тем не менее, я считаю, что в последние три десятилетия англиканское богословие снова обратилось в сторону консерватизма. Я бы сказал, творческого консерватизма не увязая при этом в старом. Думаю, что либерализм 60-х ушел в прошлое. Сейчас богословское мировоззрение многих людей гораздо ближе к ортодоксии, чем раньше. Причем эти последние десятилетия знаменовались появлением творческого подхода. И здесь можно упомянуть Роуэна Уильямса или Оливера О'Донована, принадлежащих, кстати говоря, разным крылам церкви. Оба они в высокой степени ортодоксальные мыслители, но им свойственно инноваторство. Создавшаяся ситуация, полагаю, дает хорошую основу для возобновления диалога. Расскажите о вашем движении. Мы знаем, что оно называется «Радикальная ортодоксия». Но хотели бы услышать о нем более подробно. В частности, существуют ли внутри него предпосылки для возобновления диалога между англиканами и православными? Мы организовали конференцию и издали книгу под названием «Встреча радикальной ортодоксии и восточного православия». Сразу скажу, что я считаю это название несколько самонадеянным, ведь «Радикальная ортодоксия» — это всего лишь небольшое течение, а восточное православие — огромная историческая реальность. Тем не менее, мы все-таки организовали конференцию, более того, в ней принял участие Роуэн Уильямс. Материалы конференции опубликованы. Они, по-моему, чрезвычайно интересны. С первых дней своего существования радикальная ортодоксия воспринимала себя как новое явление, целиком основанное на экуменическом богословии. Это, впрочем, отнюдь не означает, что участники движения порвали со своими церквами. Нет, они по-прежнему в них укоренены. В широкой перспективе мы видим наше движение как одновременно католическое и православное. Другими словами, это круг людей, которые принимают вероучительную ортодоксию, таинство, епископат и традиционный церковный порядок. Грубо говоря, это англикане, православные, католики, но также лютеране Высокой Церкви и даже протестанты, которым становится тесно в узких рамках чисто протестантского наследия. Это явление в США часто называют постпротестантизмом, и это ощущение неудовлетворенности нам необходимо связать с христианским наследием в целом. Поэтому, учитывая эти обстоятельства, отношения с православием для нас очень важны. Говоря более конкретно, нас интересуется феологическое наследие, потому что я считаю, в частности, что Флоренского можно рассматривать как пионера в постмодернистской теологии. Мы видим, что в своих трудах он уже говорит о кризисе фундаментализма в современной мысли. Он уже видит, что перед нами стоит выбор между тотальным скептическим нигилизмом и своего рода обновленной платонической перспективой, где в основе непостоянства этого мира отсутствия устоев лежит наше соучастие в вечной реальности, а время является подвижным образом вечности, как говорил Платон. И это очень близко к той интуитивной идее, которая лежит в основе радикальной ортодоксии. Ведь наше движение родилось на фоне размышлений о скептицизме постмодернистской философии. Мы высказывали ту мысль, что деконструкция фундаментализма, деконструкция светского гуманизма дает благоприятную возможность для богословия. Люди, учившие нас, говорили, «Это ужасно. Надо спасать секулярный гуманизм, иначе мы потеряем исходную точку для богословия». Или «Надо спасать фундаментализм, чтобы на его основе создать доказательство существования Бога». А мы отвечали, «Нет, потому что в результате уничтожилось то, что с богословской точки зрения не должно было существовать вообще, а именно идея секулярной автономии». Нам крайне близки идеи так называемой «новой теологии» во Франции. Мы высоко ценим наследие Анрида Любака, Жанна Даниелу, швейцарского богослова Ханса Урса фон Бльтазара. И мы также разделяем идеи многих направлений восточной мысли, русской мысли. Вот в целом, что представляет из себя движение «Радикальная ортодоксия». Мы выбрали это название, потому что оно отражает возвращение корням, к источникам, а также то, что воплощение Сына Божия было самым революционным событием за всю историю человечества. Оно изменило абсолютно все. В том и дело, что христианство – это самое революционное явление, а более поздние революционные идеалы являются лишь жалким подобием. Как я понял, радикальная ортодоксия в некотором роде – романтическое течение. Романтизм в богословии неоднократно подвергался критике со стороны классических богословов. Что вы можете сказать на этот счет? Есть ли в богословии место романтизма? Полагаю, что есть. Романтика имеет к этому вот какое отношение. Богословие в некоторой степени сбилось с пути, когда воцарилась идея размежевания разума и воли, когда забыли, что в истинном устремлении разума и воля сливаются воедино. Обратив взгляд на прошлое, мы увидим, что хотя узкого рационализма никогда не существовало, роль чувств воображения, творчества и эстетики возможно недооценивалась. Яркий пример. Нам неизвестно ни одного трактата по эстетике, созданного в средние века. В то же время мы видим, как важна красота для Ансельма и в особенности для Аквината. И понимаем, что важность эстетического измерения можно осознать, лишь имея опыт богословия, лишенного эстетического измерения. Поэтому Бальтазар прав, когда делает сознательный акцент на эстетику, чего нет ни у отцов церкви, ни у ранних схоластиков. И сейчас мы видим в этом божественное провидение. Мы отказываемся, уходим от того, что никогда в достаточной мере не выдвигалось на передний план. И тогда нам приходится выдвигать это на передний план самим. Думаю, у нас сейчас есть осознание того, насколько важно чувство прекрасного. И мне представляется, что русское богословие, по крайней мере, в некоторых своих аспектах, чрезвычайно насыщено своего рода романтизмом, в котором заново открывается чувство прекрасного. Но это должен быть ортодоксальный путь. Я хочу сказать, что когда просвещение критикуют с позиции чистого романтизма, то отмечают то его излишнюю фантеистичность, то излишнюю имманентность, то излишнюю гуманистичность, то его подчас мрачные, зловещие формы, воспевающие неразумность. Такая критика приводит к появлению доктрин в духе нетшанства. Им необходимо окрепнуть более полно проникнуться духом христианства. Однако наиболее глубокие философские течения, ведущие к романтизму, и такие мыслители, как Гамон и Якуби Колридж в Англии, некоторые итальянцы, всегда были вполне ортодоксальными христианами. Переходя к нашему времени, можно сказать, что среди тех, кто приходит к осознанию полноты христианской жизни, мы постоянно видим прежде всего писателей, художников и музыкантов. Поэтому богословы все больше осознают, точнее, должны все больше осознавать, что богословие сегодня действует в другой среде и другими способами, нежели в прошлом. Богословие сегодня разрабатывается в архитектуре, в литературе. Это немного похоже на то, как в XIX веке такие люди, как Виктор Гюго и Джон Раскин вдруг поняли, что средневековые ремесленники были своего рода богословами, что в историческом плане средневековое ремесленничество сыграло крайне важную роль, будучи своеобразной формой демократии. Те, кто жили в средние века, не осознавали этого, но мы сейчас начинаем это видеть. Поэтому мы понимаем, что богословие — это в каком-то смысле демократическая деятельность, которую люди осуществляют очень по-разному, и более отвлеченный путь не есть единственный. Если хотите, все это можно назвать романтизмом. Думаю, кратко это можно выразить следующим образом. В прошлые века люди осознавали себя соучастниками существования, понимали, что творчество — это соучастие в божественном существовании. В наше время, я думаю, нам необходимо более ясное осознание того, что творчество является частью божественного созидания, как это видно в Святой Троице. В непостижимом акте творческого воображения Бог-Отец изрекает Сына, выдыхая Святой Дух, даруя тем самым жизнь. И я думаю, вся сотворенная реальность — это динамичный, живой процесс, процесс формирования привычек, если угодно. Все творимое существует, чувствует, даже мыслит. Здесь мы должны смело принять подлинно христианский вариант витализма и панпсихизма, тот, который выдвигает на первый план не эманентное, а трансцендентное. Подобная доктрина, по моему мнению, более последовательна. И в применении к человечеству дает осознанное восприятие. Такие мыслители, как Булгаков, это очень хорошо понимали. Бердяев тоже об этом писал, но не так четко, более уклончиво. У Булгакова же есть ясное понимание всей мощи человеческого творчества. Он как бы говорит, да, то, что сейчас происходит на Западе, это колоссальное преобразование природы, и это преобразование искаженное, проникнутое прометеевским духом. Тем не менее, мы не отвергаем его целиком и полностью, поскольку сама способность преобразовывать, что-либо является неотъемлемым признаком обожжения человека. Но в самом созидании или преобразовании должен заключаться какой-то поиск цели, правильной цели. Так художник стремится создать то, что приходит к нему как творческое озарение. И духом именно такого творчества должна быть проникнута вся наша культура, вся наша техника. Надо сделать так, чтобы техника перестала быть подвластна атеизму. Раз уж речь зашла о целях. Когда мы говорим о романтизме, воображение подсказывает нам образ благородных рыцарей, живших в средние века. И если мы признаем радикальную ортодоксию романтическим течением, то получается, что ее представители подобны рыцарям средневековья. Каковы цели, задачи этих современных рыцарей? Должен сказать, что мне очень по душе этот образ рыцаря. Любимый мною Джон Раскин однажды сказал, что истинный труд — это когда ценное создается доблестным. Этим он хотел донести до современного мира мысль, что для всех видов труда необходим кодекс чести, что всякий трудящийся становится в каком-то смысле рыцарем. И по моему глубокому убеждению, нам прежде всего нужно возродить это понятие чести. Нужно осознать, что труд не бывает этически нейтральным, что этика — не какой-то нелепый довесок к системе оценок, что всякая работа содержит стремление к цели, и, следовательно, стремление к добру, и, следовательно, обладает собственной совокупностью добродетелей, которые нужно поощрять, раскрывать, культивировать и так далее. Мы привыкли формулировать отличия между разными способами общественного устройства с точки зрения экономики. Так можно выбирать между совершенно свободной рыночной системой и системой государственного контроля. Но в действительности это не противоположные вещи, потому что обе они обезличены. Обе склонны рассматривать реальность с полностью материалистических позиций. Они мыслят в узких рамках усиления материального господства над окружающим миром или совершенно абстрактного, бессодержательного понятия богатства, под которым подразумевается просто какая-то сумма денег. Думаю, перед церквями стоит задача сыграть важную роль в привлечении прихожан к социальным и экономическим практикам, в высокой степени основанных на христианских принципах. Такая деятельность широко ведется сейчас в Италии, особенно в Северной Италии. И это может послужить примером для подражания. Я понимаю, что выступаю сейчас как иностранец, но, по-моему, России нужно более сильное гражданское общество. В России нужна какая-то альтернатива чудовищному бюрократизму и гангстерскому капитализму. Если в этой связи вернуться к теме диалога, то Западу очень хорошо было бы перенять у России целостность видения вещей, доверчивую приверженность восхитительной русской литургии. В свою очередь, России есть чему поучиться у Запада в расширении социальной деятельности приходов. В подлинно христианской жизни литургия должна проникать во все сферы нашего бытия, забыв этот важнейший принцип христианского активизма, мы опустились бы до чудовищного обезличивания человеческих отношений, и в атмосфере усиления бюрократизма и рынка уже больше не воспринимаем другого человека как своего ближнего, не чувствуем связи с ним. В заключении мне хочется попросить вас сказать несколько напутственных слов нашим студентам, студентам Московской Духовной Академии, ведь через несколько лет многим из них предстоит стать священниками и богословами. Что бы вы могли им пожелать? Перед ними стоят очень трудные задачи, и я молюсь за них и желаю им всего самого лучшего. Хотел бы надеяться, что они смогут повести свою паству в том направлении, о котором мы здесь говорили. Меня обрадовало то, что некоторые из тех, с кем я познакомился в Москве, из вашей Академии Свято-Тихоновского университета, мыслят примерно в этом направлении. Приятной неожиданностью оказалось то, что мои новые знакомые мало чем отличаются от молодых людей, которых я встречаю в Италии, Португалии, Франции, Великобритании. Я убежден, что это новое молодое поколение христиан, которые хотят творчески переработать традиции, и вместо того, чтобы оставаться запертыми в гетто, действительно изменить мир, повернуть его развитие в другом направлении. Продолжение следует...